Измешали, что мои родители плохие. Просто я понимаю, что мы сейчас совершаем ту же самую ошибку абсолютно. И мой сын сейчас будет расти и будет думать, что у него мама. Я хочу семью. Только не нужно написывать мне, Ёсечка, дорогой, может, ты придёшь сюда. Я хочу заботы, ласки, я хочу чувствовать себя женщиной. Александра, чтобы быть со мной, тебе нужно, ох, как сильно меня завоевать. Я в вашем сердце на всю жизнь. Ты никого лучше меня не найдёшь, Александра, запомни этого. Я тебе что, похоже, сказал? Ты ещё раз тронешь меня, ещё раз тронешь меня. С тебя чуть-чуть, вообще, ну хватит, Игорь. Так умизал, так издевался, так и вообще использовал меня. И продолжай сейчас говорить, что я какая-то не такая душнила, бабка, ещё что-то. Взял, пнул меня, блин, меня заколебало, это сколько можно. Я терпеть таких людей не могу. Ну не терпи. Баб вот этих несчастливых, которые срываются. Жирная тварь. Я говорю о том, что с таким человеком на проекте я находиться не буду, клянусь. На зло я буду отвечать злом. Всё, у меня всё просто. Короче, я ставлю вопрос, либо я, либо Игорь. Сегодня вы уже вместе зашли в туалет. Я не знаю, что там было. Несколько минут у вас не было. Ему-то всё возможно, ему в целом всегда всё хочется. Посмотри, что он со мной сделал. Ты видишь эти укусы? Это сейчас было? Её попили, свидание сделали и разошлись по разным концам. Меня точно такое не устраивает. Ну, обзавестись дочерью не планировал, правда. Девушкой планировал, понимаешь? Ты полностью обнажена. Ну, там ты совсем не стесняешься. Здравствуйте, я Антон Бекушев. Это телепроект Дом-2. Новая жизнь. Вчера Лиза Субботина и Алексей Безус поддались чувствам. И всем стало понятно, сколько бы они не прятались за отношениями с другими, между ними есть настоящая страсть. Готовы ли Лиза и Лёша снова быть вместе? Узнаем сегодня. Наступил 7113-й день нашей телестройки. Елизавета Субботина пыталась построить отношения с Алексеем Безусом, но разочаровалась в нём. Когда на проект к Лизе пришёл Александр Дёмин, девушка поддалась новому увлечению и даже решила связать с Сашей жизнь. Я нашла человека, с которым я хочу связать всю свою жизнь. Женитесь на мне, я люблю тебя. Женюсь, женюсь. И он сказал да! Я хочу, чтобы ты была моей женой. Хочешь меня? Да, да, да! Но оказалось, что истинных чувств Саше Лиза не испытывала. И в её сердце до сих пор живёт любовь к Безусу, который тоже не против возобновить роман. Открой рот, закрой глаза. Лучка! А, ты что не делаешь? Хочешь, ты что? Вчера Лёша и Лиза открыто демонстрировали своё взаимное влечение. А Саше Ёмину оставалось лишь сгорать от ревности. Здрасте. Алексей, ну что за... Смогут ли Лёша и Лиза начать историю любви с чистого листа? Бро, что там, что в перспективе? Посмотри сюда, что ты видишь? Вижу историю 20-летнюю в мае 20 лет, как дома 2. Да, но это другая история, понимаешь? Я вот знаешь, что вижу? Вот различные места, на которые бы я хотел видеть тебя счастливым, влюблённым. Мельница. Целовательным. Мельница пойдёт? Мельница, да не только. Бро, ну что, ну вот все видят, что у вас с Лизкой происходит. Но почему вот ты не хочешь газануть? Ты всё читает, эть, эть, играешься, играешься. А, не, я с Лизой разговаривал прямо, я говорю, Лиз, а что, что бы не попробовать-то? Серьёзно? Ты с ней разговаривал? Да, я с ней разговаривал, но в раз. Мужчинский, уважение. Да. Так, а что с ней разговаривать? С ней уже не надо разговаривать, просто в ковер её добавить. А ты ещё, это, она аж такая, начинает сразу, всё, не приставать, отстань, не люблю, не хочу, и всё. Я, я по челочке говорю, всё хорошо и не буду. Так у неё, конечно, сейчас, помнишь, я вчера говорил, типа, она сейчас по комарку держит, но ты же понимаешь, это чуть-чуть, ты с ней ещё раз так, это, пару раз за периметр выйди, один раз в вас в комнате закроем, и всё, начни перевозить её, так ему, картины, вещи, то всё, пятое-десятое. Я просто, слушай, я не хочу это как-то делать против воли. Я же сказала, что я как бы не хочу с ней. Не хочешь, да? Не общаться, как бы ничего такого, вот чисто как вот по-дружески, да, можем, подураешься, поболтать, повеселиться, но никакой романтики у нас как бы уже не будет, потому что, ну, меня к ним не тянет, как к мужчине, то есть, ну, я ему не хочу, ну, реально, не хочу, не стоит у меня на него, я ему это сказала, когда он пытался ко мне подкатить, я так говорю, Лёш, в шоке, у меня не стоит. Сколько мы от него отходили, наконец-то ты от него отошла, я в шоке. Да, и другим с таким холодным разумом, реально, типа, я где-то могу с ним повеселиться, да, поугарать, но разум-то у меня холодное сердце, у меня холодное к нему, ну, типа, не ёкает вообще никак. Просто она начинает так кричать, вот, меня преступником вставлять, и это теряет уже тот шарм. Лёх, да ну подожди, ну, ты же видишь ей в глазах, что это да, ты её знаешь лучше всех, ты чуть-чуть можешь инициативу проявить больше, а потом это воздастся. Ты потом можешь говорить, слушай, я всё сделал для этих отношений. И это тоже верно, и это тоже верно, просто, видишь, здесь ещё такая ситуация, что я вижу, на самом деле, как Санёк подвлюбился, и как он страдает. Вот здесь моя солидарность мужская не может мне пройти. Это закон джунглей, твоя мужская солидарность закончилась, когда ты уехал с ней из-за периметра, понимаешь? Это был тест-драйв. И вчера она тоже у тебя закончилась, поэтому, Лёх, уже всё, раз начал делать, надо гнать, надо тупить. Хуже уже некуда, да? Поиграйся с ней, дай ей время маленькую эту марку подержать. Мы все знаем, что она уже хочет, но молчит. Устричный соус уже на мидиях. Да. А мне начихать, что говорит Лёша. Ему-то всё возможно, ему в целом всегда всё хочется, но главное, что я хочу, а я не хочу быть с Лёшей, поэтому какие-то отношения между нами в романтическом плане, как мужчина-женщина, они уже не будут иметь продолжения. Но общаться, веселиться я с ним всегда могу, потому что мы всё-таки не чужие друг к другу люди. Я реально с ним эмоциональная, живая, яркая, потому что мы друг друга знаем, и мы как-то сходимся на этом общем вайбе, понимаешь? Мы реально два сумасшедших, и мы вместе сходим с ума. Да, это круто, это весело, это классно, но это уже не про любовь. Раньше я была влюблена в него по уши, раньше я плыла, а сейчас я на него смотрю и думаю, блин, да ничего особенного в нём нет. Что можно было в этом ещё любить? Да. Понятное дело, он хочет чего-то больше, он каждый раз там пытается ко мне подкатить, типа Алиска, Алиска. Алиска уже такая, не-не-не. Алиска такая, она внутри понимает, что нафиг мне это не надо, но я всё равно сделаю так, что ты... Я хвостиком, я хвостиком, да, 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 бегай за мной, бегай за мной, ты даёшь такая, знаешь, надежда, потом такая... Да, об этом такая, господи, нет, тебе показалось дорогой. Вчера на проект приехал бывший муж Александры Черно Иосиф Аганесян и предложил возродить семью при условии, что Саша ограничит флирт с другими мужчинами, особенно с Дмитрием Мещеряковым. Обнимались? Да. Друг друга лапали? Лапали. Доходило? Давай, Саш, выбор. Да какой выбор, он друг, ты бывший муж. Хватит шумяться, господи. Я так жить не хочу, я хочу быть счастливым человеком, я имею на это право. Я прошу, пожалуйста, выйди, ну ты мне даже сказать не даёшь. Так тебе надо врать. Саша пришла в ярость от подобных заявлений Йоси и побоялась возвращаться в отношения, где муж будет осуждать каждый её шаг. Мы очень плохо вчера общались и я не хочу, Ирина, правда, вот серьёзно. Я сегодня полночи об этом думала, вчера полночи об этом думала. Не хочешь воссоединяться? Вообще нет, категорически, ты знаешь, и я к огромному сожалению своему понимаю, что он реально хочет отравить мне жизнь. Вообще без шуток абсолютно. Он выставляет меня в плохом свете, он, понимаешь, то есть я про него наоборот говорю хорошее, а он говно прям какое-то, понимаешь. Любую негативную тему про меня подхватывает, и, ну, то есть это так ужасно. Во-первых, мы с Сашей расстались, во-вторых, он мне мандеринку давал, и всё. Никакие пальцы эти не облизывал, он не несёт чушь. Не облизывал, я не несёт. Давайте не перекручивать, дайте по факту говорить, потому что у нас тут что-то все такие ахреневшие. Что он тебе покажет? Покажи мне, Клава, давай. Я смотрю, тут вообще у нас все. Смотри. Блин, духи прикольные. Смотри, раз. Это мандерин. Это мандерин. Раз, два, пальчик, опа. Я не облизывала ему палец, Клава, если ты не веришь, то я не знаю, что у тебя со зрением... А, точно, у тебя... У меня? Плохое, да. У тебя со зрением. У нас тут есть и похуже, ребята, у каждого тут вообще прошлое есть замечательное. А то меня что-то тут каждый день нечем заняться всем. Очень много шансов было дано, и я понимаю, что не нужно никого ломать, нужно вот просто идти дальше и всё. И просто смириться с тем, что вот он периодически будет вставлять мне палки в колёса, смириться с тем, что где-то, наверное, даже он будет настраивать Стефана против меня. Ну, вот как-то так. Куда же делся Стефан? Хм... В шкафу нет. Здесь тоже нет. Куда же он делся? Я не могу... Стефан! Ау! Это кто? Это что, Стефан? Это что, Стефан здесь у нас? Туки-туки, я тебя нашла. Давай. Прячься, аккуратно. Мам! Я не твоя мама! Для тебя не важно, что он говорит реально, что он себя действительно любит? Нет, мне это не важно. Он говорит, я любила, буду любить. Я могу объяснить. Мне это не важно, потому что для меня это не любовь, для меня это эгоизм. Любовь это, когда ты человеку делаешь хорошо. Любовь это, когда ты человека превозносишь. Любовь это, когда ты человек... А не так, что, понимаешь, вот я её по полной, понимаешь, просто прописочью, опозорю, не знаю, но говорю про неё всякого дерьма, но скажу в конце, что я её люблю. Классная любовь, знаешь ли, для меня это не любовь. Нет, с Йосей точка. Как, собственно, и с другим человеком тоже. Обсудите, кто у нас. Ивстроповый пара, ты играешь, и ты играешь, и ты играешь. Давайте видим, Лиза. Да у вас нечем обсуждать, просто, ё-моё. Я не знаю, потому что у вас... Уже играет. Лиза, я вот как раз таки не играю. Не играешь? Что-то все убеждены по-другому, Лиза. Пожалуйста, ты играешь. Ваше мнение, ваше убеждение. Я хочу сказать, Лиза, я хочу, что Макс, объясню, пожалуйста. Если я реально будет чувствовать, любовь, не знаю. У меня реально будет чувствовать. Я тебе говорю, она с него слилась, чтобы за ним не пойти, чтобы не выглядели глупо. Да почему ты слышал? Да почему ты слышал? С таким он налобным уходит, она в паре с ним. Он налобным уходит, а она не хочет заниматься. Так, я знаю, а ну тайно. Это не цены, не одинаковые. Она такая, надо с него слиться, чтобы потом не выглядеть глупо. И она его сливает. Тебе нравится? Ей хочется чувствовать себя женщиной, заряженной. Она питается этой энергией, вниманием. Сегодня вы уже вместе зашли в туалет. Я не знаю, что там было. Несколько минут вас не было. Смотри, что она со мной сделала. Ты видишь эти укусы? Это сейчас было? Ну, обзавестись дочерью не планировал, правда. Девушкой планировал, понимаешь? Угу. Красивой девушкой. Взрослой. Чаёк попили, свидание сделали и разошлись по разным концам. Меня точно такое не устраивает. Я тебе что плохого сказал? Ты что? Саймон Марданшин начал отношения с Эльвирой Кох. Но наткнулся на холодный нрав девушки. Сэму не хватает отелей женской ласки и внимания. Тебя надо вот, блин, обхаживать, пылинки с тебя сдувать. Я, в принципе, это не против. Я просто хочу, ну, нормальное, адекватное общение. Я открыто заявляю, что я готов к отношениям с тем человеком, который тоже готов к отношениям. Когда же в Эльвире проснётся страсть? И сколько Саймон готов ждать сближения со своей девушкой? Давай сроки, давай полгода. Да ну не могу я вот так сроки. Да ну нет. Ну полгода это много, я думаю, что быстрее. Нет, нет, давай определим всё-таки. Сроки надо как-то, ну, мне же надо тоже понимать. Мне надо там своё время тоже распределять. Я буду дозированно просто вот так вот подходить, уходить, подходить. Это фигня какая-то, нет, это должно быть, понимаешь, нет. Эля, Эля, это не фигня, это ты мне сейчас навязываешь такую модель. Очень весело, очень подходит. Так, три секунды пообниматься. Ну почему её никто не слышит? Вы меня реально забодали все, ну что за хрень? Давайте сроки, давайте не сроки. Я говорю, это всё должно быть как-то, вот оно как-то происходит. Может, у меня вообще, знаешь, там, сейчас, неделька пройдёт, и всё, Элька загорелась. Тут понятно, что всё по-разному. Если у меня в первых отношениях было так, то может, во-вторых, у меня будет по-другому. Хоть ты и отнекивалась, говорила, что ничего невозможно, мы всё видели. Что мы зарядили, тоже посмотрели этот ролик, там просто вообще летали искры, у всех даже температура поднималась. Настолько там было горячо всё равно. Мы можем поднять температуру, да? Вот, сама говоришь, что можете. Лизка, ну что ж ты так? Лиша. Чуть-чуть, чуть-чуть. Всё, вот, подыши, пусть подышит тело, смотри, вся вспрела. Не надо, не надо мне это улыбать. Глаза, говорят, это улыбка. Мои глаза ничего не говорят, говорят, отпутите. У нас с Лёшей идеальный коннект, мы вот можем как-то вместе сойти с ума, навести вот эту вот суету, взорвать весь мир. Вы не просто сходите с ума, то есть между вами всё-таки искры, как между мужчиной и женщиной. Мало того, я знаю, что вы не останавливаетесь. Сегодня вы уже вместе зашли в туалет. Я не знаю, что там было, несколько минут у вас не было. И я смотрю, Лиз, у тебя как будто бы немножечко помада размазана, ты как-то так неаккуратно её поправила. Очень спешила, наверное, на беседу ко мне. Лёш, ну объясни, ну скажи, что это бред какой-то. Чё, Лёха, засосала себя Лизка в туалете? Нет, честно, нет. Элечка, пойдём, повожу тебя по территории. Нас зажадишь. Пойдём, пойдём, пойдём. Чё ты меня висеть начинаешь, я не пойму, на самом деле. Она, кстати, раньше была песочница, вот раньше. Я вот не могу вспомнить, где она сейчас. По-моему, где волейбольная площадка. Пойдём, пойдём, пойдём. Там вот сейчас маленькие лопаточки, сейчас мы там с тобой вот. Кастрюлечки, там что-нибудь такое вот. Поиграем. Поиграем в отношения. Я не особо тактильная, потому что, ну вот, я не знаю даже, как это объяснить. Но вот какая-то стесняюсь я показать то, что я действительно испытываю к человеку. Вот какая-то закрытая в себе это держу. Вот хочу показать это, но не показываю. Лиза просто набивает себе цену. Я думаю, что она не хочет выглядеть в глазах коллектива, как такая попрыгунья стрекоза, которая то с одним мужчиной, то с другим. Я думаю, она прощупывает почву, но согласись. Может быть, может быть. И мне кажется, она от тебя ждёт тоже каких-то действий, Лёш. Я всё, что можно, уже сделал. Ну как вот в машине у вас было. Смотри, посмотри, что она со мной сделала. Ты видишь эти укусы? Это сейчас было? Это не сейчас, но вчера. Вчера, позавчера укусы здесь, там, там. Ничего себе. Я от меня волосы вырвала, и в глаза в неё булил. Лиза, у Саши таких укусов не было. И, наверное, уже не пустит никогда. Только Лёше. Повезло. Элька, я просто не знаю, какой тебе подход выбрать, правда. Так я сама бы знала, если бы я тебе сказала. Я сама не знаю. Ты же взрослый. Ты же должен как-то... Так я себе дочь не планировал, блин, ну, обзавестись дочерью не планировал, правда. Девушкой планировал, понимаешь? Угу. Красивой девушкой. Взрослой. Ну, мне кажется, 21 год – это уже взрослая девчонка. Угу. А вот ребёнком нет. Как-то, ну, не знаю, я, может быть, ещё просто не готов. Мне надо как минимум отношениями... Да, понимаю. Отношениями как минимум надо мне обзавестись, чтобы потом о ребёнке думать, понимаешь? Да. Ты маленькая вот, вот только тебе за... Как только вот. Чаёк попили, свидание сделали и разошлись по разным концам. Меня точно такое не устраивает. Я за то, чтобы была жизнь вот каждую минуту вот времени, проведённого здесь. Ну, Лёш, вот ты сам как чувствуешь это? Мне кажется, что Лиза всё-таки, она прощупывает почву. Я скажу, что по Лизе я чувствую, что ей нравится флиртовать, ей нравится играться, ей нравится романтизм. Но, честно, к отношениям она не готова. Вот сейчас она в стадии именно вот лёгкого флирта. А зачем она всё это делает? Потому что ей нравится. Ей хочется чувствовать себя женщиной, заряженной. Она питается этой энергией, вниманием. В том-то и дело, ты наконец-то расцвела. Понимаешь? То, чего я не видел в твоих отношениях с Сашей. Ты прямо, у тебя глаза горят. Ты прямо вот смотришь на него, и как будто бы ты не можешь ответить ни на один вопрос. Вот просто ты потерялась. Да в смысле? Я всегда могу... Ну, я тебе сдусь серьёзные вопросы про отношения, про то, что будет между вами дальше. А ты на него смотришь вот так, таким влюблённым взглядом. Да каким влюблённым взглядом? Немножечко поплывшим. Да каким поплывшим? Просто ты счастлива. Игорь Григорьев расстался с Элиной Рахимовой и спустя время начал отношения с Клавой Безверховой. Саша Черно дружит и с Игорем, и с Элиной. И сегодня она спросила у Эли, не будет ли она против, если Клава с Игорем вместе с ними поиграют со Стефаном. Игорь очень разозлился, что ему пришлось получить одобрение от Рахимовой, чтобы провести время со своей подругой Сашей. Не могу с душными людьми разговаривать, реально. Хватит. Чё? 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 Честно. Игорь назвал Элину душной девушкой, за что был оскорблён в грубой форме. Решить конфликт мирным путём ребята не смогли. А я чё тебе плохого... Ты чё плохого сказал, а? Я тебе чё плохого сказал, а? Я тебе чё плохого сказал? Ты... Себя чуть-чуть... Вообще... Ну хватит, Игорь, ребёнки. Послала я его, потому что я хочу уже закончить с ним разговором. Мне неохота выяснять, чё-то доказывать, чё ты слышал в эфир. Плевать я хотела вообще. Просто отвали меня и не трогай. Но что бы он сейчас поступал со мной так, обливал, пинал стул и говорил, тебе мало досталось. Хрен тебе, почему я вообще должна это терпеть и находиться с этим человеком в коллективе. Не трогай меня, ты уже... Не трогай! Ты меня уже души, души, иди, что расскажу. В той ситуации, когда я ухожу с конфликта, говорю, я с душными людьми не общаюсь. Да иди ты! Честно, мне хотелось её придушить. Красивая, сексуальная девушка. Вот так вот прям хочется у тебя вот так вот ходить. Как... Как тигр просто обхаживать. Вот понимаешь? Хочется вот так вот. А ты всё, в игрушки какие-то играешь. Не играю я. Я тебя ни к чему не склоняю, просто говорю, что... Ну, пока я не понимаю подход. Мне надо, видимо, не знаю, там, посоветоваться с кем-то, с опытными ребятами, не знаю, психологу кому-то позвонить, что ли. Мне тоже надо к психологу. Подожди, что это у тебя тут за капелька такая? Мне надо к психологу, я поняла уже тоже. Тебе надо к психологу? Что ты будешь спрашивать у психолога? Я скажу, у меня проблемы. У меня проблемы. Я не понимаю, как устраивать отношения. Я очень холодная. Я очень холодная. Я не даю должного внимания. Я какая-то вся вот такая закрытая в себе. Я не могу. Не испытываю никаких ощущений при виде мужчины. Ты с чего это всё... Вот откуда ты это берёшь? Вот ты откуда знаешь, что я ничего не испытываю? Это предположение. Не трогаю тебя, ты начинаешь говорить. Ещё раз тебе говорю, не трогай меня. Я врать тебя что плохого сказал? Не трогай меня, душная, недушная. Отвали просто. Спрячься отсюда, чтобы никто не идёт. Спрячься не своим домом. Я тебе что плохого сказал? Просто закрой свой рот поганый. Грязный свой поганый рот. Заткни уже просто. Короче, я ставлю вопрос. Либо я, либо Игорь. Тогда вот так вот я буду. Всё. Сегодня вопрос, я это понимаю. Я спокойно уйду с проекта. Я не буду так. Да иди... Пинуть меня, пнуть меня можно об стул. Облить меня можно. Всё можно. Да, на конец просто. Я очень сильно себя сдержал. Очень сильно себя сдержал. Максимально сильно. Вы не представляете, насколько. Я просто, я обычно чувствую, когда... Чувствую. Вот мне вот это больше всего нравится. Я так чувствую. Ну, конечно, я же, смотри. Я так чувствую. Только естественно. Мы же с тобой вдвоём. А как мне ещё? Ну, смотри, никого больше нет. Я вот такой человек. Я тебе вчера говорила, что я, возможно, всё это испытываю, но я это проявлять, я это не проявляю вот сразу. Вот сразу я это не показываю. Как это тебе ещё донести? Ну, пойдём до песочницы тогда дойдём. Пойдём, пойдём. Это не реально совершенно чужая. Пойдём, пойдём. Всё, не будет такого, что я буду молчать. Я никогда не молчала. Да не молчим. И что, у нас будет опять скандал. Никаких скандалов не будет. Я не собираюсь жить с этим человеком. Значит, я пойду домой. У него отношения... Нет, 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 Антон, не будет такого. У меня каждый раз трогают. Мы не материмся. Меня заколебало это сколько можно. Взял, пнул меня, облил. Чё, давно издеваться нужно? Это неправильно, но в твоих силах... Не будет такого больше, Антон. В моих силах закончить конкретно. Не будет. В смысле, в моих силах закончить. Я не трогаю людей. Я его задеваю или что? Вы задеваете друг друга. Он меня задевает. Он меня задевает, а я молчать не буду. А что я сделал? Ты послала его тоже? Не буду я молчать. Я отвечаю. Не молчи, ты просто подбирай слова. Подбирай слова. Ты, душнила, бабка, ещё что-то. Есть разница. Я трогаю тебя или нет? Я тебя трогаю или нет? Получается, что так. Так унизил, так издевался, так... Давайте вы нормально всё-таки выясните отношения. Не знаю, извинитесь друг перед другом. И не будете больше срываться. Таких свиданий уже было, и всё уже было. Я постоянно иду навстречу к ним. Антон, этот человек... Давайте вот так, издалека ночью. Этот человек издевался на протяжении того, как он сюда пришёл. Вот эти фразочки меня бы взяли без тебя, а потом узнаётся другое, когда его не пускали сюда даже, в гости. И вот этот момент, то, что он так издевался, так издевал меня вообще вот в этих отношениях. Так издевался, так и вообще использовал меня. И продолжай сейчас говорить, что я какая-то не такая душнила, бабка, ещё что-то. Почему я буду молчать? Почему? Уйду. Слушай, уйду, конец. Я оставлю тебя в покое, но это всё будет на твоей лишь совести. Но это всё лишь будет на твоей совести. Ты такая несчастная, такая несчастная. Мне вот интересно, как ты говоришь. А ты проекта, а ты проекта. Какое у тебя настроение? У меня сегодня настроение, ну, по сравнению со вчерашним, просто прекрасное. Это хорошо, это радует. Ну, хотя бы какого-то понимания, понимаешь, помилостей. Поэтому наши разговоры и уровень открытости по отношению к друг другу создают, ну, некоторую платформу, что ли, для наших отношений. А если её не будет, я не понимаю, когда тогда как. Агрессия с твоей стороны всё равно была. Ты не считаешь нужным извиниться первой перед Элиной? Не надо. Не-не-не, никаких извинений ничего. За агрессию? Там оба виноваты. За то, что ты пнул стул, ещё что-то сделал. Ты это сделал. Вот по-мужски. Ты не считаешь нужным извиниться? Да нет, вот сейчас не надо меня, знаешь, там, типа, по-мужски, не по-мужски. Я считаю, оба хороши. Нужно просто что понимать? Как бы оно ни было, как бы оно ни было, нужно просто подбирать слова и уточнять. Когда она общается с другим человеком и не слышит деталей, понимаешь, типа, что ты имел в виду или так далее. Она ищет просто повод, чтобы просто понимаешь обосрать. Вот это хорошая мысль. Ребят, смотрите, я считаю, что вам нужно обоим подбирать слова и не переходить на оскорбление и на маты. Элин, просто тебя касается. А я не буду с таким человеком находиться на проекте, это факт. Меня он уже действительно раздражает. Не хочу быть с таким человеком, не хочу здесь сидеть на кухне и просто видеть эти рожи, потому что заколебалось. Теперь ещё меня изучать, между прочим. Я тебя не буду мучить, потому что ты плох себя чувствуешь, девочка. Ну как только тебе станет хорошо, я тебя замучу полностью. Класс, я люблю, когда меня мучают. Я тебя полностью. Я люблю, я люблю, когда меня мучают, конечно. Да? Да. Ну всё в меру, конечно. Я понимаю. Видишь, узнаю это всё больше и больше. Любит она, когда её мучают. Не верю. Не веришь? Нет. Опять в душу меня заглядываешь. В душу заглядываю, да. Я туда заглядываю, и там, знаешь, вот какая картина? Ты полностью обнажена. Да. Ну там ты совсем не стесняешься. Саня. Ладно, я что, шучу. Я понимаю, понимаю, ладно. Сегодня, например, мы уже перешли на некоторую тактильность. Эта тактильность только исходила от меня. Я нет-нет, где-то такие флиртовые штучки закидываю, там, на ушко, там, комплиментик закинул, там, где-то её погладил, где-то в волосах закопался. Мне, конечно, эта игра нравится, но когда это совсем в одну только сторону, в одни ворота, начинаешь потухать. Рано или поздно всё равно перегоришь. В моменте мне просто показалось, что, типа, знаешь, мы ниже, чем она. Нет-нет-нет. Ну, как-то просто в целом, типа, знаешь. Нет-нет-нет, никто не ниже. Типа, из разряда, вы же только помирились, я думаю, так, подожди. Это что сейчас получается? Если ты пойдёшь к нам в гости, я там её бывший, и, типа, вам нельзя общаться с Клавой, ты должна у неё отпрашиваться к нам в гости? Нет-нет-нет, не отпрашиваться. Я уже думал, на паранойя эта тема доходит. Нет-нет-нет. И, кстати, было, ну, как бы, снова слово застало, мне тогда говорят, извиниться за что там, бегушок. Ага. Мне там за что надо извиниться, говорю, ничего извиняться. А, типа, опять я там руку поднял, я пнул стул, который был рядом с ней. Понимаешь, просто пнул стул и вылил воду на неё, потому что со мной не надо так разговаривать. Для меня я тебе клянусь. Девушка-то вот, которая не позволяет себе посылать на три буквы, оскорбляй как-то ещё. У меня сразу разговор простой, понимаешь, как с пацаном, вот равносильно, как с пацаном. Угу. Девочка, даже конфликт должен оставаться с девочкой. То, что я сказал, что она душнила, это факт, пускай будет не обидно, но, понимаешь, что где душнила и где пацаном? Разница есть? Ну, есть разница. В моменте просто, ну, как бы у неё защитные реакции, типа, послать на три буквы. Просто, например, если бы... Нет-нет, я тебе говорю, в смысле, я аж охренела, я сижу. Нет, смотри, если бы в любой, в моей компании так бы сделали, ну, нос бы точно был бы сломан. Ну, у меня он точно был сломан. Как бы, я уже знаю, что просто нельзя. Просто не было таких ситуаций, в которых она, ну, как бы, не понимает, что делать нельзя. Именно поэтому, именно поэтому, в том числе, мы тогда и расстались. Да, я понимаю. Понимаешь, потому что, ну, для меня девушка не девушка становится, которая так позволяет себя с мужчиной разговаривать, вообще с любым. Я понимаю, откуда это идёт. Её отец даже сам говорил, правильно делаешь? Я клянусь всем, я клянусь всем, что сегодня я говорю о том, что с таким человеком на проекте я находиться не буду. Клянусь. Веря, пойдём. А ты чё в кофточке водой? Пошла. Чё, прозрачная, что ли? Да, всё. А чё, думаю, тут царевна корону получила и всё можно, что ли? Веря, ну, просто ещё не бывало в компаниях, где за это реально можно получить. Ну, это почти все компании, ну, как бы... Я помню, там ещё Славик пришёл. Да ладно, она мне ещё раз пошёт её, чтобы она прям на жопу села, а? Я тебя вот, да я тебя просила, без вот этого рукоприклажься, Игорь. Сварь. Ох... Ну, как-то это можешь поддержанную грушу побить? Я пойду и... Обью. Ну? Тварь. Просто тварь. Идёшь. Да х**, хорош, ну прекращай! Я терпеть таких... Да прекращай! Я терпеть таких людей не могу. Ну, не терпи! Бабут этих х**, несчастливых, которые срываются. Жирная х**, тварь. Ой, Игорь, ужас, что льётся из твоего рта? Ну, расскажи мне, что происходит в твоей жизни? Вот вчера приезжал твой замечательный муж. Бывший. Бывший. Попрошу. Мы, собственно, пытались выяснить, возможно ли воссоединение вашей семьи. Может это случиться или нет? Нет, категорически нет. Потому что ты сама говорила, что это возможно. Если бы он изменился, он не изменится. На этом всё, каратенчик. Ты уверена? Вчера была последняя капля, да. Последняя нервная клетка. Вот чего нам ждать дальше? От меня? Да. Ты будешь строить новые отношения. Ты всё-таки будешь ждать Иосифа. Всё-таки дашь ему ещё один шанс. Нет. Я, Александра Черно, официально заявляю о том, что я на телепроекте Дом-2 жду нового мужчину, новую любовь. Я хочу строить новые отношения. Красивые, без абьюза, без обмана, без измен, без прочего-прочего-прочего. Мне хочется заново полюбить. Я хочу новых эмоций. Я хочу отношений. Я хочу, в конце концов, второй раз выйти замуж. Я хочу семью. Я хочу быть кому-то нужной. Я хочу, чтобы мне был кто-то нужен. Я хочу заботы, ласки. Я хочу чувствовать себя женщиной. Ты, Игорь, не думал, что ты был немного жестковат по отношению к Ильине? Я и ногой пнул, и водой вылил, и словами оскорблял. В целом, то есть, была бы другая девушка, мне кажется, так не было бы. Да, да. На нее как будто ты более остро реагируешь. А, остро реагирую, потому что, ну, короче, у меня всегда так, знаешь, мы, наверное, где-то похожи. Вот как ко мне, наверное, так и я. Понял? Если мне вот эту сану-то тряпку кидать, такую жесткую прям, для меня это пощечина, понимаешь? Я не смогу схавать, ну, я не смогу промолчать. Вот то сейчас, какой я, вот такой, духовно, понял? Да. Вот внутренний. Я не могу мимо себя, ну, это пропустить просто, вот и все. От нее, возможно, потому что это она, возможно, или так оно и есть. У нас много личных моментов. Она же собирает просто вещи. А, да? Это все... Собирает вещи. Ну, понятно, как бы, может быть, Ирина, но чувства ее задеты. Надо просто понять, как нам вообще урегулировать этот конфликт. А в личном разговоре один на один сомневаюсь вообще прям, не вижу. Ну, может быть, если просто и сказать, там, извините, там, сказать, там, извини, чтобы... Ну, как будто Игорян не готов. Не, может быть, нам вообще за стол просто сесть. Понятно, все эти извинения прозвучат. Бессмысленно. Но так, чтобы какие-то новые правила, что ли, были введены в ваши общения. Ну, да, договоренности, конечно. Табу, например, она тебя не посылает. А ты, например, ее там не называешь там бабка душнила. Потому что я вот как это увидел, именно от тебя эти слова будут восприниматься как самые жесткие оскорбления, как будто унижения. Начался вот этот вот абьюз, тупейший просто, неимоверный абьюз. Мне стало дома находиться некомфортно, плохо, ужасно, отвратительно. Я не знала, куда мне себя деть. И только из-за этого это все началось. То есть сидел бы он сейчас рядом, он бы сейчас мне доказывал обратное. Но я повторюсь, это все случилось только из-за этого. И если бы он вчера пришел бы с правильной позицией относительно того, что, Сань, я понимаю прекрасно, почему так произошло. Я клянусь тебе, что я ни на один процент больше не допущу никакого абсолютно абьюза и газлайдинга в твою сторону. Никакого. Был бы абсолютно другой разговор. Все-таки все это время он находился дома. Он тебя очень любит. Ты это знаешь. Я думаю, что никто в этом не сомневается. Он тебя ждал. Ты здесь строила новые отношения. Слушай, я тоже могу любить, не знаю, там, кошечку. И эту кошечку морить голодом, не знаю, издеваться над ней, не поить ее, бить. Так он тебя даже не трогал. Он дома был, а ты была здесь. Вот он может тебя... И все это время я в интернете все это время... И ты тоже у вас-то было взаимно. Нет, нет, я сказала нет. У вас это было взаимно? Саша, но я это все читал с твоей стороны и с его. Точно так же это было. Нет, все это время выставлял меня плохой матерью. Все это время проходился по самому жесткому. Потому что он на секундочку забыл о том, что у нас конфликт только вот между нами. И то, ни о каком конфликте речи вообще не может идти, потому что все, мы разошлись в июне. Никакие ножи в спину я не вставляла. Я никому не изменяла, тем более. Мы не вместе, я не чья-то собственность. Я ушла строить новые отношения, правильно ты сказал. Все. В любом случае, мне кажется, тебе для очистки совести, чтобы у тебя вот голова не болела об этом, разговор надо какой-то провести. Да. А оно так просто не получится. Само собой оно точно не рассосется. Я, понимаешь, я тебе сейчас скажу, я разговариваю с теми людьми, которые для меня имеют значение. То есть мне вообще плевать на нее. После такого отношения, я реально сколько раз пытался с ней нормально, как сказать, урегулироваться, то есть нормально общаться. Любая, вот у нее нет настроения, чуть хоть не надунул в ее сторону, у нее такая реакция. И всегда недружеские дела, еще как-то реально всегда хотел. И помнишь, когда ей было плохо, мы ее вместе все поддерживали там. Но, блин, короче, я понял для себя, дистанцирование, а в случае каких-то правил невозможно с человеком, который неадекватен. Замуж выходит не только за мужчину, но и за его маму, за его брата, за его сестру и за его работу. Ты опять будешь, что ли, Йоси снимать еще одну квартиру, как в прошлый раз? Ну, да. Ну, Саш, он же самостоятельный взрослый мужчина. Он, если вы развелись, если вы расстались, если у тебя новая жизнь, наверное, он должен сам себе снять квартиру и там жить. Ну, надо. То есть ты находишь себе мужчину. Вот здесь, допустим, на проекте. Я не хочу сейчас говорить о финансах, об его, потому что потом у меня опять, через неделю. Я не хочу говорить про его финансы. Он опять выйдет в интернет и опять будет, какая я мать, зачем мне это надо? Клав, ничего не замечаешь, смотри. У нас вот эта зона, вообще, просто мы здесь находимся, книжки сейчас начнем читать. Я ничего не вижу. Смотри. Смотри, Качик. Нет, я думаю, это надо делать не так. А как? Подожди. А, давай, давай, давай. Давай, открытие домашнего ковра, подожди. Ну, да неправильно все, ну. Так, давай. Все, а теперь спроси меня, я ничего не замечаю. Клав, ты ничего не замечаешь. Так, вот сейчас хочу, все, что было до этого, мы вырезаем. И сейчас я готов представить всей стране наш домашний ковер с сюрпризами. Это я! Так, ну-ка, давай по своей стороне он смотрится, нет? А ты знаешь, что я вообще очень всегда люблю на полу лежать. Это, типа, мое самое любимое занятие, я люблю лежать на полу. Это у Йоси такая позиция, то, что вот я весь такой прекрасный, замечательный, да, и там, да, что будет думать ребенок про свою мать. А я так не готова, потому что я, потому что, поймите меня правильно, да, то есть у меня, блин, ммм. Я тебя понимаю, у тебя вот эта сердобольность, она в тебе живет. Я объясню, понимаешь, как бы я сама тот ребенок, который, как бы, ну, рос без родителей. И мне всю жизнь внушали, что мои родители плохие. И по итогу, блин, получилось так, вы все знаете мою историю, да, что я только потом уже поняла, как бы, да, там, какая у меня была мама, какие у нее были проблемы. А я не успела, понимаешь, вовремя проговорить. Ну, просто я понимаю то, что мы сейчас совершаем ту же самую ошибку абсолютно. И мой сын сейчас будет расти и будет думать, что у него мама. Да неправда это, Саша. Да это правда, потому что каждый день, понимаешь, он в этом живет. Ну, послушай, ты же сама знаешь, что ты рядом, ты помогаешь, ты вообще локомотив этой семьи. Пойми меня правильно, я готова, чтобы он и здесь был со мной. Конечно, я это знаю. Не допускает этого Йоси. Я знаю, что Йоси против. Ну, мы с тобой будем тут валяться, короче, книжки читать, получается, да? Мне реально это очень сильно нравится. Да, сразу позначение, как будто бы это, да, на место встает. Это единственный момент, из-за чего мне нравится. Я вообще бы предложила бы на полу поспать, это вообще классно. Давай бы на полу тут сто прям будем спать? Ну да, нормально. Болеть же все будет. Не, в целом мы уже так обустраиваем комнату, как будто мы тут на всю жизнь будем. Слушай, я тебе знаешь, что хотел сказать? У меня впервые ощущение, как будто я вот прям дома, мне хочется сюда что-то вкладывать, покупать, делать, там, не знаю, украсить. Еще очень интересно, потому что ощущение реально вот такое, как вот дома, как будто у себя. Ну, там же Лена сопоставила условия. Ты либо она. Я просто хочу нормальных, ну вот просто мама, папа, ну не трогай ты мою жизнь. Не лезь ты в мою личную жизнь, не лезь ты в мою постель. Зачем ходить, не знаю, выпытывать, с кем у меня что было. Я вообще вчера не поняла прикола, какого вообще фига. Мы с тобой не вместе с июня. Ты вот нос мой везде абсолютно засунула, вот везде абсолютно. Потому что ему очень больно с расставанием с тобой. Он тебе мстит. Это неправильно с его стороны, я считаю. Ну не позволяй ему манипулировать ребенком, не позволяй, Саш. Вот из-за доброты своей ты страдаешь. Нужно это рвать. У него своя жизнь, у тебя своя жизнь. Стефан с тобой, Йоси иногда забирает, помогает, ну правда. Иначе это будет продолжаться бесконечно, Саш. Тебе не жалко за это уходить? Мне? Нет. Я понимаю, что вот пусть этот человек и остается здесь. Жизнь все сама рассудит. Заколебалась, знаешь, быть в таком положении, когда... Мне можно... Как будто я какая-то не девушка или еще что-то. Слушай, это называется бывшей. Меня можно вообще ни во что не ставить. То там, знаешь, ситуация была с Димой. Вообще плевали все на мое мнение, что я говорю. Главное, как там Саша и сам Дима говорят, ладно, мы с этим разобрелись. Тут вообще с кого-то и вообще такие вопросы. Какая тебе разница, какого вопроса мне такие задают? Ну типа, я считаю, это неуважение. То есть уважение есть, когда надо подойти и сказать, слушай, купи у меня продукцию, пожалуйста. Вот уважение есть. В бане, значит, ой, по-братски попаривают по старой дружбе нашу спинку, еще что-то. В долг надо деньги. Вот тогда есть уважение. Он тебе говорил, спинку попарить? Да. Крайний раз. Я не искал прецедента для того, чтобы до нее докопаться или ее разозлить. Я знаю, что это вот так вот с полпинка, так же, как она меня может разозлить. Не искал, просто хотел. Я шучу, не искал прецедента. Думал, как бы вот так вот подобраться просто. Да понятно, короче, что никто ничего не искал. Вот, видишь, всегда вот такие моменты, они спонтанные. Никто никогда не планирует. Это вот происходит вот так вот. А что делать нам сейчас? Окей, Ирина хочет учиться. Нам надо решать за столом. Саша, как оно уходит с проекта? Собрала сумки, потом разобрала. Давайте честно разговариваю. Главное, чтобы она это не слушала. Она, посмотри, знаешь, что такое? Смотри, это детская тема, чисто бабская такая. Я собираю вещи, я ухожу. Я собрала сумки. Ой, а что, никто даже меня не проводит? Никто не выйдет даже за мной? Блин, ну ладно, тогда останусь. Вот так это выглядит. Но ты уж Ирина с Диманом-то не путай, слушай. Не-не-не, Димана за Диманом. У нас таки все бегут и его останавливают. Никуда он нахрен не уйдет. Хочешь, действуй, спрашивай в аптеках. Противозачаточное средство на максимал. Все, не летим в отпуск. Да я выиграла в стикер-мане. Это все на баллы плюса. Жду ли невесты строгого режима? Новый сезон. 27 февраля. На Ю. Мне сегодня было очень приятно, когда Аня с Максимом начали выражаться в адрес. Типа, что, я там где-то раздаю себя на всех подряд. Знаешь, слушать это от Ани особенно было интересно, говорить за мои поцелуи какие-то, что там меня кто-то целовал и прочее. Как-то я, ну, так сказать, в некрасивом поведении для девушки. Да. И честно, я серьезно этого не понимаю, потому что единственные моменты, которые у меня лично были, это только то, что вот меня поцеловал Леша недавно. И та ситуация с тем парнем. Да, слушай, я считаю, тут тебя осуждать как-то, я не знаю, чему-то учить, может лишь тот человек, кто... Ну, допустим, я, у которого, знаешь, были одни отношения, которые, может, например, знаешь, тебе что-то говорить, там, вот не так, это не то. Но, причем ты-то была в отношениях и с одним, и со вторым человеком. У тебя какие-то поцелуи, какая-то тактильность, это все было чисто в отношениях. Моги опускай. Стой, давай вот так. Ложись. О! О! Только знаешь, в чем прикол, что... Мне надо будет слезть. Продожди. Давай слезу лучше. О! О! Ложись. Стой, стой, стой. Вставай. Вставай. Я вся покачалась в снегу. Я больше качалась, чем покаталась. Садись. Только ложись, да. Попу вперед. Ой. Во, равноверно. Стой, еще, вот так. Поехали. Все, не запуталась? Завести надо. Давай. Друм-м-м. Давай. Готово? Да. Поехали. О! Вот, вот так намного лучше, слушай. О! Я чувствую, сейчас доиграемся с тобой. Я, Кулик, не валяшка. Ты что, ты загубишь нашего тигренка? Так, так, так. Ух ты! О, как! Давай потанцуем. А ты как танцуешь? Как Стефан танцует? Оп, оп, оп. Брек-данс, что ли? Давай, давай. Давай, солнышко, давай. Ты как папа танцор, да? Всё. Максимально аккуратно. Не, ну а правда, когда ты каталась? Давно уже, да? А тебе не тяжело? Держи. Всё. С разворотами тихо, 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 тихо. Опа. Мне надо было каску вообще надеть. Блин, с детьми я вот так бегал. Блин, слушай, у тебя дети даже все трое вместе взятых не весят, сколько я весят. Да? Всё, поехали домой, а то у меня уже ручки замёрзли. После... Сейчас тебя катаю, потом... А? Сейчас тебя катаю. Потом тигрёнка. Потом тигрёнка катать. Что-то хавать я тоже не буду. Вот это слушать. Вот это дерьмо облитое, куда-то уходить. Я отвечу вдвойне. Игорь, кто ты мне такой, чтобы себе позволял, чтобы ты ко мне так относился? Кто ты мне сейчас такой? На зло я буду отвечать злом. Всё, у меня всё просто. У нас отношения будут заканчиваться, потому что я реально буду этого бояться. У нас Клава такой человек, который просто вот может прикинуться хороший, но в самый удобный момент воткнёт спину нож. Ну почему она меня порочит сейчас? Так она говорила. Так возьми, скажи. Я ей сказала, Даша, как мы будем это все, зачем это поднимать? Я открываюсь на неё свой рот, только потому что у неё тут было гораздо хуже. Она спала. Она спала. У тебя было бы твоё отношение. Нет, в отношениях она изменяла. Она изменяла и спала с двумя мужиками, получается. Александра, ты свободная женщина. Вот именно, что я свободная женщина. Чтобы быть со мной, тебе нужно, ох, как сильно меня завоевать. Александра, я в вашем сердце на всю жизнь. Ёй, заткнись, а. Ты никого не 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 знаешь.